добрый вечер уважаемые слушатели сегодня мы немножко перенесли вебинар но только для одной причины чтобы вы успев прийти с работы на которую вы еще ходите успели поужинать поделиться с вашими близкими новостями которые произошли с вами течение дня и теперь уже полностью свободные и готовы принять новую информацию сидите теперь у экранов я надеюсь что уже тех кто сегодня приходит на наши вебинары компьютер не является чем-то необыкновенным хотя давайте вспомним еще несколько лет назад ну буквально можно даже посчитать по годам компьютер не для каждой семьи был доступен я бы сидел в зале сейчас и вы меня видели и я вас видел то я бы спросил какое количество компьютеров теперь есть у вас в доме я думаю на каждого члена семьи есть отдельный компьютер и поэтому сегодня для чего нам компьютер уже многие не задаются вопросом потому что все понимают что компьютер это связь компьютер это новости компьютер это хочу все знать гугл знает все и наконец компьютер это деньги и те кто понимают что компьютер это деньги то естественно они уже тщательно стоят за тем чтобы в их семье каждый член семьи научился пользоваться компьютером во сколько лет сегодня люди начинают пользоваться компьютером я так думаю что как только они начинают осознавать что такое клавиши и что из них что-то можно изобразить нажать кнопку и увидеть то что они хотели ну например малышня начинать всегда с мультиков эти кнопки они быстро запоминают и смотрят тогда когда им нравится поэтому посмотрите интернет компьютер и многие другие новшества вошли в нашу жизнь незаметно так же как и деньги вот те самые замусоленные трешки и пятерки десятки которые были когда-то в обиходе сегодня превратились в электронные деньги если сегодня посмотреть на бумажник каждого из вас то скорее всего из него будут торчать уже не купюры а будут различные карточки различных банков и теперь уже каждый знает из вас что такое дебетовая карта мастер карта что такое кредитная карта это виза и другие посмотрите сегодня уже для нас становится абсолютно свободным то что мы не видим деньги в руках зарплату нам могут начислять на счет в банке социальные скажем кто живет пенсии тоже насчет в банке и если вам государство воздолжал она тоже вам перечисляет на банк вы государство переводить также через банк поэтому электронные деньги вошли в нашу жизнь повсеместно и можно сказать безболезненно почему потому что если еще скажем ну 10-15 лет назад нужно было людям говорить что такое банкомат что такое банковский счет то есть не все знали что это такое и я даже вспоминаю себя предпринимателем впервые открыв кооператив под номером 2 столкнулся с тем что ведь мне надо идти открывать счет и вот когда я пришел в банк впервые уже как предприниматель думаю так чего же тут начать вокруг колонны серьезные дамы все фыркают потому что мы же ничего не знаем но тем не менее все это прошло благополучно и мы очень быстро начали понимать что такое счета транзакции и так далее так далее и теперь наконец таки вот это поколение людей которые живет сейчас не считают что это какое-то сверхъестественное действие сделать транзакцию через банк только эта транзакция естественно будет идти какое-то время она будет стоить каких-то иногда даже очень серьезных денег и сопряжена с тем что эти деньги должны у вас в конце концов на этом счете быть так вот обо всех этих вещах мы будем говорить сегодня совершенно в новом ключе в ключе новых электронных денег если так можно их назвать или их называют деньгами интернета bitcoin но сегодня вряд ли кто-то из вас особенно те кто пришли на наш вебинар не слышали слова bitcoin потому что bitcoin сегодня звучит со всех новостных порталов фейсбуке в контакте вообще везде где только вы встречаетесь с цивилизованной частью человечества то есть те кто пользуется интернетом то вы всегда видите bitcoin и многие даже говорят что биткоин позволил им поднять свои доходы и обороты своей компании в несколько раз и они говорят вам абсолютную правду потому что ваши обороты иногда зависят от многих факторов если сидят здесь бизнесмены то они могут сказать что иногда их и сделки срывались только по той причине что было затруднен процесс оплаты за услуги банки мешали санкции мешали многое другое потому что скажем люди живут в разных странах мира у них разное законодательство у них разные законы одни разрешают это другие запрещают это и поэтому препятствием для международной торговли всегда являлась система платежей и на этом как бы поле непаханом выросло очень много систем которые мы сейчас уже хорошо знаем такие как paypal такие как moneygram western union и так далее которые призваны были облегчить условия платежей для того чтобы мы уже современные люди могли обмениваться товарами и услугами не зацикливаясь только на своем рынке у ну который как правило находится где-то в центре города я знаю что каждый из вас его посвящает ради хотя бы того чтобы купить свежие фрукты свежие продукты и так далее так далее то есть что нибудь такое вкусненькое натуральное так вот посмотрите если уже мы с вами говорим о том что мы переросли внутренний рынок то это значит что мы уже можем покупать с вами все то же самое только на мировом рынке называемым интернет или электронная коммерция что же так смогло подвигнуть вперед электронную коммерцию конечно же возможность оплачивать все это через интернет буквально касанием пальца одной клавиши заплатить так вот и благодаря этому что появились вот такие возможности заплатить через интернет физически не имея денег дала дорогу такому превосходному инструменту как биткоин и сегодня мы как раз и собрались с вами чтобы поговорить о его преимуществах а его ценности для каждого из нас и естественно каждого из вас потому что мы сообщество критологов все уже знаем что такое криптовалюта для чего она нам нужна и будем говорить так усиленно используем ее возможности для достижения целей или для того чтобы догнать то что когда-то мы с вами упустили а что же мы с вами упустили давайте посмотрим на себя в зеркало и скажем сколько нам честно лет сколько мы с вами отработали в этой жизни и что мы каждый имеем за вот эти долгие долгие иногда годы труда и обнаружится что имеем то мы иногда не так и много больше у нас даже бывает обязательств чем того что мы имеем или у нас больше пассивов чем активов то есть что-то в этой жизни иногда у нас бывает не так так вот для того чтобы наверстать или исправить ситуацию или иными словами победить время мы можем возможно воспользоваться сейчас именно возможностями данными нам биткоином почему я думаю что у биткоина огромное будущее в вашем портфеле которые вы будете формировать после того когда вы поймете для чего это нужно я думаю что биткоин займет в нем значительную часть хотя еще раз хочу сказать не основную и не полностью потому что для того чтобы понять что такое инвестиции их пользу инвестициями вы должны понимать что инвестиции это всегда портфель это всегда несколько видов активов которые вы используете для вашей основной цели это жить лучше я думаю каждый сидящий сегодня перед экранами пришел как раз таки для того чтобы изменить свою жизнь к лучшему может быть даже вы и сейчас очень хорошо живете может быть вы даже уже и преуспеваете но вы хотите еще и процветать я только за и помогу вам во всех ваших начинаниях и действиях если только вы начнете двигаться вперед если вы сделаете то что вы никогда до сих пор не делали придется это сделать но как говорят лучшие раньше начать научиться и использовать это долгие долгие годы чем потом мучительно вспоминать о том что вы даже не попробовали хотя все было рядом и учитель был рядом с интернет был открыт и блокчейн был открыт все было только у вас не хватило смелости потому что многие из вас вот за неделю общения с людьми разных кругов и из разных стран я отметил одну очень интересную особенность люди не воспринимают почему-то иногда биткоин только по той причине что они им не пользуются и более того они говорят да в нашей стране биткоин не ходит о чем речь какие могут быть биткоины какие могут быть инвестиции биткоин когда в нашей стране они не ходят давайте я немножко развенчаю данное утверждение потому что на самом деле биткоин сегодня ходит везде нет такой страны где бы его не было и только ваше как бы незнание того что он есть у вас стране именно она и мешает вам именно она они общее состояние дело с биткоином так вот посмотрите если вы сегодня будете все-таки ставить на биткоин как на часть ваших инвестиций то вы должны понимать что даже если бы в вашей стране ну какой-нибудь там я не знаю палпотовской стране где вообще закрыт забор где нет никаких не банков не там скажем других каких-то возможностей фондов но у вас есть интернет и вы можете выйти на фондовый рынок и взять себе биткоин пользоваться им даже если его нигде в вашей стране не принимают к оплате ведь сейчас мы будем говорить даже не столько об оплате биткоином сколько а его инвестиционной возможности а возможности сохранения ваших активов ой капиталов для создания активов для того чтобы вы могли в биткоине сделать себе резерв который пригодится вам для очень многих вещей я бы рассматривал биткоин для разных слоев населения потому что каждый в своем возрасте имеет свою определенную финансовую задачу и я думаю как раз сегодня у нас сидят перед экранами люди от 7 и выше лет так вот все эти люди достойны того чтобы как можно раньше начать инвестировать биткоин потому что на них будет тогда работать не только которые они инвестировали но и время которые эти биткоины множились так вот умножать добывать это будет как раз самым любимым занятием этих людей которые начали это делать вместе они делают телефоне или айпаде вместе с книжками которые они читают через интернет то есть для них это будет естественным абсолютно движением и родители которые сегодня сидят в экранах я вас всячески призываю вот как раз таки благоволить таким начинанием ваших детей как финансовое планирование и инвестиции в любом возрасте в котором вы о них не застали если это так помогите им сделать первые шаги вы сами потом будете благодарить себя за то что вам не придется их кормить до их пенсии они сами себя обеспечит сегодня же выглядит так ситуация иногда что родителям уже под семьдесят восемьдесят лет они все еще своих детей кормят уже дети на пенсии они горят мнение он сам себе заработать не может или она или у нас обязательства мы же их родили нас обязательства теперь пожизненные кормить так вот это многие и многие заблуждения которые я хочу вам помочь исправить насколько мне это конечно удастся и так я перехожу к показу сайта и мы будем говорить с вами сегодня биткоине уже более предметно надеюсь что все будет сегодня работать хорошо и вы увидите то что у меня на экране а у меня на экране сейчас как раз показана страница сайта блокчейн дат инфо и вы видите что наш биткоин вот он его кривая роста продолжает победный свой рост и он стоит сегодня один одна тысяча двести пятьдесят пять долларов и 67 центов не правда ли прекрасная цена он стоит в 1 тысячу двести пятьдесят пять раз больше чем доллар и еще недавно если бы мне люди которые не знакомы с биткоином говорили бы что есть нечто дороже доллара например золото или там еще какие-то вещи то я бы с ними согласился что да действительно есть некоторые вещи которые можно использовать как эквивалент расчета хоть может быть не всегда и удобно но они тоже дороже доллара так вот в данном случае биткоин уже и дороже золото в этом случае когда он дороже золото он отличается от него тем что его гораздо легче хранить гораздо легче им рассчитаться гораздо легче его передать и многие 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 другие вещи когда я храню золото то я должен буду для этого иметь некие некое хранилище или в банке как которому я должен платить или свой оборудовать сейф который я должен охранять раз построить его два то есть у меня есть некоторые вещи которые мне были бы например не нужны или затруднительны и плюс если бы я хотел рассчитаться с кем с кем-то например за какую-то продукт или сервис то это мне нужно было бы еще думать как это золото отправить какую часть отрезать от моего слитка чтобы это равнялась сумме нашей сделки и так далее так далее и поэтому золото скорее всего больше подходит для того чтобы просто хранить некую некий эквивалент платежи способности вашей то есть как какая-то часть действительно да возможно и может быть в золоте поэтому не отвергайте этого инструмента он все равно как бы играет пока свою роль до тех пор пока его знают как ценность не будем пока альтернативных источниках инвестирования поговорим все-таки о биткоин и так посмотрите если мы видим с вами вот такой график то многие из вас не знающие биткоина удивятся почему такой стремительный рост что же легло в основу роста биткоина давайте я вам напомню некоторые моменты а тем кто не знает расскажу о них биткоинов будет выпущена ровно количество 21 миллион если вы знаете что если чего-то в мире выпускается или есть какое-то определенное количество то это определенное количество обусловленное как раз вот этим этими границами будет расти в цене априори потому что по-другому быть не может если вы например когда-то сталкивались с постройкой своего дома то вы наверное прежде чем купить дом приценивались к участкам земли и те участки которые расскажем стоили 10 лет назад тысячу две тысячи три тысячи долларов за скажем сотку то сегодня они могут уже стоит совершенно других денег и человек это понимает потому что участков не становится больше их становится меньше поэтому все что уменьшается в количестве в частности и земля она всегда будет дорожать конечно на разные активы в том числе и на землю и на другие активы существуют различные скажем факторы которые приводят либо к росту вот как изменения цены они очень краткосрочные это буквально несколько дней и тренд меняется несколько дней и тренд меняется конечно же так не растет ни земля ни другие какие-то активы потому что например у недвижимости очень плавный рост был там скажем пределах 3 7 процентов в год у других активов тоже может быть плавный а вот у биткоина в силу его эксклюзивности силу того что он мне в небольшом количестве выпускается изменение курсовой стоимости очень значительно плюс есть и сидят сегодня люди понимающие что такое дневной или суточный оборот то вот эта цифра 376 миллионов оборота биткоинов сутки тоже говорит о том что он очень востребован его хотят купить продать им хотят рассчитаться его хотят сохранять то есть все то что связано с оборотом выраженным вот в эти миллионы миллионы каждые сутки говорит о том что это платежное средство или монета как хотите или крипто код пользуются невероятным спросом сегодня купить биткоин довольно сложно те кто пытался его покупать на большие суммы знает что на эту покупку может уйти несколько дней иногда даже недель а иногда и месяцев все зависит от того на какую сумму вы хотите купить и таким образом когда мы видим что биткоин это ходовой товар то именно поэтому и так меняется его стоимость я сейчас вам покажу как изменилась его стоимость за те годы пока он вообще существовал вот я вам сейчас возьму рыночная цена его за хотя бы сейчас первый слайд будет один год если бы вы уважаемые пришли к биткоин по разным своим обстоятельствам либо это уже знание либо это убеждение либо это нужда посмотрите совершенно разные причины которые бы подтолкнули вас к покупке биткоина но цена не зависела от вашего чаяния надежд или решимости его приобретать он стоил все равно для всех одинаково 414 долларов если бы вы покупали его ровно год назад то 414 долларов это была открытая цена которую вы могли бы взять практически на любой бирже плюс минус 1-2 доллара о чем это говорит если бы вы его купили и просто положили и держали бы его как резерв то сейчас бы вы могли порадоваться тому что ваш резерв вырос до 1200 27 37 55 когда мы с вами были на сайте там стояла цена одного биткоина 1255 то есть в любом случае это рост ваших резервов в три раза много это или мало 300 процентов вырос ваш резерв это судить вам возможно многие которых развратили а вернее даже не развратили как сказать просто испортили пирамиды и хайпы возможно скажут что это такое у нас в пирамиде обещают 500 процентов за месяц чем бы нас удивили 300 процентов за год только запомните это неправда не может дать ни одна экономика и даже биткоин такого роста даже 300 процентов в год благодаря тому что это факт и то заставляет иногда подумать слушайте не слишком ли крутые горки потому что в обычных инвестициях даже 20 процентов в год считается уже очень хорошо так вот несмотря на то что биткоин волатилен видите как меняется его цена то вверх то вниз то вверх то вниз но общая тенденция его к росту и она будет продолжаться как бы чтобы возразить многим людям которые считают что биткоин достиг своего потолка они уже это считают пять лет они каждый раз мне звонят и говорят ричард все биткоин достиг потолка он дальше расти не будет только хорошо что у биткоина нет ушей он их не слушает и растет так вот в данном случае его рост вполне прогнозируемый вполне ожидаемый поскольку как и говорил я вам количество его ограничено а пользоваться ими уже хотят многие люди так вот если мы с вами нашей просветительской деятельностью поможем двум процентам людей мира владеть хотя бы любой частью биткоина то цена его будет не менее 10 тысяч долларов за биткоин и будет продолжать расти поэтому сегодня когда он стоит 1000 долларов это еще совершенное совершенное начало и вы будете свидетелями особенно те кому сегодня ну будем говорить так люди среднего возраста и даже старшего возраста они все увидят как бы будут констатировать что при их жизни биткоин вырастет в несколько раз я не знаю во сколько раз за какое время потому что никто не знает сколько лет отпущены человеку но тем не менее то что это будет в несколько раз это вы убедитесь сами нужно ли вам увеличивать ваши резервные капиталы ваши активы в несколько раз тут бы я бы обратился сейчас к статистике статистика очень простая которую вы можете составить для себя прямо для себя взяв чистый лист бумаги и оценив свои доходы этого года сравнить их с доходами прошлого года сравнить их с доходами позапрошлого года ну или хотя бы пяти последних лет и провести диаграмму диаграмму составить себе диаграмму вашего роста ваших доходов и ужаснуться потому что для многих эта диаграмма будет отрицательный это будет не рост ваших доходов а снижение ваших доходов потому что вы уповаете на то что когда-то вы найдете хорошую работу когда-то вам будут честно за нее платить и так далее и так далее то есть вы не используете то что делает вас независимым то есть вы не управляете своими активами вы не создаете своих активов потому что все деньги которые вы зарабатываете вы тратите на пассивы или вообще просто раздаете другим добро бы хотя бы если бы вы раздавали ваша часть денег десятину на благотворительность это как говорится вернется вам столицы но ведь иногда это просто бездумные покупки в тот момент когда вдруг у человека появилась зарплата вот ему заплатили первый месяц второй месяц третий месяц и он уже король он уже стремится к обладанию пассивами которые ведь лягут на его плечи просто тяжелейшим грузом но он об этом сейчас не думает он думает что он будет главным специалистом какого-нибудь газпрома или еще какой-то организации которая будет вечно платить ему такие деньги более того он настолько лишён в данный момент разума что он даже решает брать взаймы чтобы обладать еще более тяжеловесными пассивами а это еще придавит его так что он всю жизнь не подымет голову так вот если бы эти деньги которые человек использовал на совершенно не нужны ему пассивы он бы направил в активы пусть даже бы он имел хорошую работу один год два года три года мне даже просто невозможно представить какие бы деньги были у него на счете потому что в этот момент когда он платил себе то есть инвестировал в этот момент еще рос курс биткоина или других активов которые он приобрел в это время бы он богател а не приходил к нещенскому состоянию которому сегодня пришли огромное количество людей потому что назвать это зарплатой 25 тысяч рублей в россии или там скажем какие-то 100 200 долларов в пересчете в украине казахстане и так далее это же нельзя назвать зарплатой это называется чтобы вы не умерли с голоду так вот в этом моменте когда вы соглашаетесь с тем что вам вот так позорно мало платят рядом с вами есть такой превосходный инструмент как биткоин но вы иногда глядя на толпу и особенно на средства массовой информации говорите не 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 у нас биткоин запрещен не у нас биткоин не ходит да что вы речь это какой биткоин мы тут еле еле 25 тысяч рублей в месяц зарабатываем ходя в офис с утра до ночи а иногда и ночую в нем а вы говорите биткоин нет нет это все не для нас так вот еще раз напоминаю биткоин это децентрализованная валюта она не управляется ни одним государством мира и не принадлежит никакому государству мира и поэтому говорить о том что у вас он не ходит это по меньшей мере просто ваша неосведомленность он ходит везде и вы можете добывать его покупать его и вот сейчас я нечаянно произнес это слово но тем не менее буду последователен и так отвечу на вопрос что же выгоднее покупать биткоин или добывать биткоин потому что мне эти вопросы задают каждый день по 20 раз и так что же такое добыча биткоина сейчас я перейду с вами на другой немножко сайт чтобы вы уже отвлеклись теперь от головокружительной диаграммы биткоина и перешли к более материальным частям например добыча итак вы видите на вашем экране битклаб майнинг пул который является наземным производителем или производством биткоинов и это можно видеть на этом сайте здесь вы можете проверить если кто-то есть специалисты сидящие сегодня на нашем вебинаре что существует действующие мощности они превышают 100 петокеш и каждый человек может в этом убедиться сайт открыт ведь я не вводил никаких паролей каждый может посмотреть какие блоки были добыты их номера все находятся здесь по порядку и вот запомните 457 237 это номер который мы сейчас будем с вами исследовать вот этот номер блока был добыт компании битклаб майнинг пул и где же мы можем об этом узнать когда вы будете приходить в различные компании которые будут говорить что они добывают биткоин или они работают с биткоином или еще что-нибудь будут говорить попросите их пожалуйста чтобы они показали ваш их компанию там где происходит добыча биткоинов а именно блокчейн покажите где эта компания спросите у них можно ли нам увидеть вашу компанию вот здесь там где все компании и если они вам не покажут то вряд ли они ее его добывают вспомнили номер который я вам попросил запомнить 457 237 это публичная информация кто выпустил данный блок битклаб network таким образом вы можете легко и свободно найти битклаб битклаб network среди майнеров для этого не нужно быть особо одаренным нужно просто нажать вот здесь или здесь неважно и посмотреть да этот блок нажмите сюда был выпущен битклаб network нажмите сюда на хэш и вы найдете счет битклаб network нажмите на счет и вы увидите какое количество тысяч биткоинов добыто битклаб network это открыта информация чем и гордится не только битклаб network а сама технология блокчейн то что это архив который публичен и его нельзя подделать его нельзя изменить все транзакции записываются в блоки как архив и их можно легко проверить поэтому если вам кто-то презентует свои коины и говорит что они их добывают попросите их показать где же эти коины добываются и для этого вам не нужно быть особенно большим специалистом чтобы вот так нажимать кнопочку как это делаю я есть очень важные сайты на которых вы тоже можете все это проверить посмотрите вот это сайт world coin index где отражены все криптовалюты которые добываются которые котируются которые покупаются продаются то есть те которые в топе вы можете посмотреть их тут очень много но всегда практически увидеть на первом месте по рейтингу стоит bitcoin на втором месте и терем дэш и так далее так далее вы можете посмотреть какие криптовалюты вообще есть для того чтобы не попасться на удочку жуликов как это сделать вы можете вот сюда в этот поисковую строку вбить название криптовалюты о которой вам говорят и проверить если она тут вообще или нет ее таким образом это сбережет и время и деньги а главное ваше лицо потому что выглядеть глупым это самое неприглядное как говорится ситуация когда вы взрослый человек и вас провели вокруг пальца поэтому лучше десять раз отмерь и один раз отрежь посмотрите внимательно добывается ли и так биткоин не только находится здесь потому что когда я показываю людям вот этот сайт то они говорят мне ну здесь же столько криптовалют и все достойны внимание возможно возможно это и так что все достойны внимание только вы должны помнить что криптовалюты или их называют в общем словом альткоины добываются в основном для того чтобы продать их за биткоины в основном цель любого инвестора это биткоин и если мы с вами все таки этой на этой волне и мы хотим с вами изменить нашу ситуацию жизненную к лучшему то естественно мы должны использовать то что можно реально прямо сейчас купить продать и купить и для этого вам не нужны никакие посредники никакие ваши там супер-пупер консультанты вы просто приходите на биржу или обменник и покупаете биткоин и покупаете именно биткоин они какой-нибудь учебный план или какую-нибудь за мудрую программу вы покупаете реальный актив который вы можете в любую секунду продать и в любую секунду купить и он принадлежит лично вам только здесь я хочу немножко сказать вам приятные вещи лично вам это только вы знаете на самом деле когда вы открываете свой аккаунт на блокчейн то вы о себе говорите немного словно а именно email адрес и пароль который вы придумаете больше о вас ничего не хотят знать ни вашего места проживания ни страны в которой вы живете там где биткоины не ходят ни вашего паспорта вообще ничего открыли себе email зарегистрировали себе кошелек на блокчейн и получаете биткоины мгновенно продавайте свой товар продавайте свои услуги свой контент все что хотите за биткоин это будет вам выгоднее и покупателю и продавцу и поэтому те кто не принимают сейчас биткоин пожалуйста обратите внимание на то что это делать легко и когда вы будете читать новости теперь уже обогащенные первичными знаниями о биткоин то посмотрите как вы будете видеть каждый 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 день о том что новая компания принимает биткоин новый фонд принимает биткоин новые 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 новости о том что практически все стремятся принимать биткоин потому что это выгодно транзакции практически равны нулю это быстро и принимая биткоин продавец услуг или товаров может свободно пока он им не пользоваться пока он не пользуется выращивать его курсовую стоимость на полном автомате он ничего при этом не делает он продал свой товар или услугу принял биткоин и решает когда ему обернуть этот биткоин фиатные деньги конечно же он будет выбирать для себя хороший период когда например этот курс будет его устраивать и только тогда он может обменивать на фиатные деньги если они ему нужны но представьте себе такую ситуацию когда все будут принимать биткоин зачем их обменивать тогда вы будете делать просто напрямую транзакции биткоинах например у вас ресторан и вы сегодня принимаете за ваши услуги биткоин и вам на следующий день нужно закупить для вашей деятельности продукты оборудование рабочую силу и так далее и так далее и вы все это можете сделать за биткоин посмотрите как это упростит всю вашу во первых бухгалтерию во вторых снизит ваши расходы и скорость с которой вы будете рассчитываться с вашими поставщиками с вашими работниками вы можете им фактически платить биткоинами за каждый день работы прямо за все часы которые они у вас отработали и людям приятно и вам хорошо таким образом используя биткоин вы можете поднять серьезным образом обороты своей компании второе вы можете выйти на международный рынок потому что вы принимаете платежное средство не привязанное ни к какому банку ни к каким политическим кругам вообще свободно обращающиеся только people to people это распределенная сеть здесь нет главного здесь нет второстепенного это вы владеющие биткоином поэтому я всех вас призываю для начала изучите что же такое биткоин я думаю что вам очень пригодится биткоин в ближайшие буквально в ближайшее время так как каждый из вас хочет жить как мы поняли лучше каждый из вас хочет хорошего будущего для себя и для своих детей потому что будущее у всех только на разное и будет зависеть от того как вы его сами себе построите если вы будете конечно смиренно ожидать когда стадо погонят на бойню то тогда не обижайтесь на то что вы все равно будете не дальше рамок этого стада но если вы хотите каким-то образом повлиять на свое будущее и будущее своих детей самостоятельно то отбивайтесь 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 от стада формируетесь в группы крипто любителей особенно бит биткоин любителей и начинаете богатеть пока не поздно пока еще у вас есть силы работать пока у вас есть силы говорить потому что у многих даже этих сил не осталось если мы будем с вами вместе то мы добьемся очень многого потому что биткоин как раз дает вам великолепную возможность восстановить или вернуть упущенное вами время на что там говорить многими даже из нас потому что в то время когда мы с вами были если мои ровесники молоды вообще никто не заикался о том чтобы могли бы что-то сами планировать все планировали за вас что есть что пить какую пенсию получать как будут учиться на какую сумму дети и так далее так далее так вот это время к счастью закончилось теперь все в ваших руках и я жду вас в нашей дружной команде биткоин любителей или профессионалов как хотите нас назовите но мы обожаем биткоин и приглашаем вас пользоваться им во всех трех направлениях это хранить это добывать и приумножать с вами был ричард делендорф до следующего вторника надеюсь снова увидеть кого-то повторно кто-то может быть за эту неделю уже примкнет к нашему клубу майнеров и будет рад тем что он успел благодарю вас